МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Айсена Бурнашова, Максим Кордозу, и это дневники игр «Дети Азии». Привет, привет! Мы уже с вами видели радость от побед, слезы поражений, накал страстей. Кстати, о настроении. Айсен, мне кажется, ты сегодня прям как-то счастливая. Да, счастливее обычного, потому что сегодня в выпуске мы расскажем о моих самых любимых видах спорта. Это и лёгкоатлетика, бокс, плавание, а ещё, Максим... Айсена, остановись! Давай не будем раскрывать все секреты. Пусть телезрители посмотрят наш замечательный дневник. Скорее смотрим! Фраза «быстрее», «выше», «сильнее» как раз про легкоатлетов. Этот вид спорта представлен на «Детях Азии» с 96-го года. На восьмых играх «Дети Азии» атлеты соревнуются в беге на 100, 200, 400 метров, а самая длинная дистанция – 3 километра. Представляешь, Айсен? Также соревнования по лёгкой атлетике выявят сильнейших в тройном прыжке, прыжке в длину и в высоту. Ух! В секторе прыжков уралец Илья Боярников улучшил свой личный показатель. Он впервые взял высоту в 2 метра. Этому поспособствовал аксессуар любимой девушки. За меня болеет моя девушка. Её зовут Лена Вандышева. Каждое соревнование ввожу его, даёт мне настрой. Но 2.03 – это КМС. Обидно, конечно, что не взял. Ну, ладно, с кем не бывает. Потом возьму. Арина Велетнюк из Белоруссии не приблизилась к своему максимуму. Соперницы остановились на отметке 160 сантиметров. Арини 171 покорился со второго раза. Далее все попытки были неуспешны. Соревнования прошли для меня не очень удачно. Я, конечно, очень рада, что выиграла. Заняла первое место. Однако я немного расстроена, потому что я не прыгнула по своему личному рекорду. Хотелось, конечно, прыгнуть 175, но как получилось. Легкоатлеты выявили лучших в беге на 200 и 800 метров, также в беге с барьерами. Виктория Урсова из Приморья получила уже второе золото Игр Дети Азии. Урсова вырвала золотую медаль. Пока идем по плану. Как и с тренерами разговаривали, с ее тренером тоже разговаривали, планировали. Как тренер сказал, передали совет тренера. Все, она выполнила установку. В принципе, сделала все, что должна была. И поборолась, пободалась. Вот и все. Если днем ранее Беларусь была безоговорочным лидером на многих дистанциях, то во второй соревновательный день им серьезную борьбу навязал Матвей Чулкин из Урала. На финише набрался, супер отработал. Думал, где-то посередине уйду. Нет, держал соперник до конца. Сибиряки тоже не отстают. Они уже золотые и серебряные медалисты. Никита Попов в прошлом году на играх стран СНГ занял первое место. И вот вторая победа на международных стартах. Представитель Узбекистана. Очень сильный парень был. Удивился во время начала забега, как он так сбегал, как он так начал. На сектор приглашаются крылатые прыгуны. Республика Саха-Якутия как организатор соревнований на права хозяев может включить свои коронные традиционные виды спорта. Это хабсагай, масс-рестлинг и якутские прыжки. Уже после первых попыток есть обновленные рекорды. Глеб Клепенин из Казахстана обновил рекорд игр, показав лучший результат 40 метров 46 сантиметров. По сумме троеборья якутианам не было равных. Максим Семенов и Марк Никитин разделили первые и вторые места. Бронза у москвича Матвея Балашова. А среди девочек все же Анна Андреева из Москвы с рекордом игр была лучше Екатерины Ивановой из Сибири. Именно между ними шла упорная борьба. На третьей позиции троеборья расположилась Дарья Громова из Якутии. Евгена Егорова, Дагубич Сергеев. Айсена, что ты делаешь? Максим, я концентрируюсь. Мне кажется, я стала на порядок умнее, смышленее, мудрее, пока смотрела финал игры ГОА. Ничего себе, я тоже хочу. Давай. Вот такая позиция. Ну, черный, здесь камень. Ну, и казалось бы, белый может съесть этот черный камень. Ну, а он съедает. А теперь черный думает, ну, я же тоже могу белый камень съесть и съедает. Ну, и так получается бесконечно. На стыке науки и спорта ГОА считается одной из самых сложных игр планеты. Известный гроссмейстер Эммануэль Ласкер говорил, если где-то во вселенной есть игра, похожая на ту, что есть на земле, то это будет ГОА. Обычно партии могут длиться несколько дней, а в среднем партия идет около часа. И побеждает та сборная, которая наберет наибольшее количество очков. И у нас, в отличие, кстати, от любых, чьи игр, практически исключены ничьи. То есть всегда кто-то побеждает. И это вот дает вот этот накал, скажем так, игре. То есть всегда кто-то выигрывает. Сложной и в парном состязании сложилась игра для ребят из Уральского федерального округа. Необходимо учесть, что в парных соревнованиях сокомандники, согласно правилам игры, не могут общаться и обсуждать ход действий. Здесь все построено на ментальной связи и чувстве игры. Кому-то это дается легко, а у кого-то получается, как в басне, лебедь, рак и щука. У нас прекрасная команда. Я его не понимаю, он меня не понимает. А у вас не складывается проблема в том, что есть какая-то там не кончилась? Ну, друг друга вообще никак не понимаем и не получается. Ну, следующий тур, скорее всего, тоже проиграем. Ну, я парники ненавижу, это ужасно. Ну, одиночные, ну, а там что? Там я, в принципе, ни на что тоже не рассчитываю. Почему же так выстроили? Ну, потому что я мирно играю, а мирно играть в гон нельзя. Очень важно давать сверхоценку сопернику. Однако бывает всякое. Вот, например, сегодняшняя партия для Софии из Москвы прошла необычно. Их сборная держала техническую победу. Ну, соперник. Двое людей играют, и соперница пришла, а соперника нет, к сожалению. Никуда и без разбора полетов. Впрочем, спортсмены признаются, что интеллектуальные игры, будь то шашки, шахматы или го, преследуют общую цель. Одержать победу над противником и полностью завладеть игровым полем. Кто-то использует для этого агрессивные приемы, кому-то по душе больше спокойная игра с мягким захватом. Да, я предпочитаю более играть. Мы агрессивно в игре. Ну, обычно, когда я играю в личном турнире, я играю спокойно. Ну, я не очень люблю борьбу, но иногда бывает такое, что ситуацию вынуждает. То есть, когда понимаешь, что проигрываешь, важно как-то пытаться обострить ситуацию, чтобы попытаться отыграться. «Го» – игра, которая не теряет своей популярности на протяжении многих веков. Пришла она к нам далеко, с востока, но по-прежнему занимает сердца и умы тех, кто любит интеллектуальные игры. Вообще, надо сказать, что здесь собрались ребята разного уровня подготовки, от новичков до гроссмейстеров. И вот каким сложится интеллектуальный диалог, покажет только игра. Надежда Саханская, Виктор Олесов. «Бокс» – один из древнейших видов спорта «Максим». Упоминания о кулачных боях есть даже у древних египтян. Айсена, а ты знала, что самым молодым чемпионом в супертяжелом весе был Майк Тайсон? Свой титул он завоевал уже 20 лет. Впечатляет. Участникам игр «Дети Азии» есть на кого равняться. Юные боксеры готовятся выйти на ринг. Это самые волнительные минуты перед предстоящим боем. Психологическая подготовка бойца – один из самых важных этапов перед поединком. Вместе с тренером спортсмен отрабатывает удары. Наставник также в эти минуты морально поддерживает и настраивает своего подопечного. Психологическая подготовка – это самая основная, вообще важную роль саму играет в таких соревнованиях международных. Установка у нас одна – работать, то, что мы нарабатываем, то, что мы все это время учили. И просто придерживаться плана, который я ему поддаю, допустим, перед раундами и перед боем. Морал Толебберген из Казахстана выступает в весовой категории до 50 килограммов. На протяжении всех трех раундов юниорка работала вторым номером. Каждый раз она переводила атаки своей соперницы из Беларуси. Спортсменка эффективно работала по корпусу, что принесло свои плоды. У ее соперницы уже на втором раунде сбилось дыхание. И морал оставалось лишь грамотно провести финальный раунд. По результатам боя все судьи единогласно отдали победу спортсменке из Казахстана. Боксом я занимаюсь пять лет. На всех своих поединках я работаю вторым номером. Этот бой прошел по плану. Отработала все как надо, следуя установкам тренера. Юные гимнастки из Узбекистана болеют за своих боксеров. Своими кричалками они буквально затмили остальных болельщиков. Безусловно, такая бурная поддержка подбадривает спортсменов на ринге. Как будто по волжитству каждый спортсмен из Узбекистана, окреленный поддержкой земляков, одерживал победу. Ну, лично для меня это главное, чтобы поддерживали. Я, не знаю, как-то больше буду стараться, если поддерживать, чтобы не подвести свою команду. Узбекистан. За кого вы сегодня болеете? Мы за Узбекистан, за Нильюфар сейчас выступает в синем. За нее болеем сейчас, чтобы она выиграла. Завершаются квалификационные поединки по боксу. Уже совсем скоро начнется упорная борьба за медали. Перед важными поединками юные спортсмены должны проанализировать своих соперников и настроиться на победу. Роман Сайвинов, Иван Саракаумов. Для участия в соревнованиях по греко-римской борьбе собрались лучшие борцы. Многие из них являются призерами и победителями всероссийских и международных турниров. Поэтому этот день был полон ярких поединков и бросковых. Он в прошлом году был призером Европы, в этом году чемпион Европы. Этот беларусь тоже очень хороший спортсмен, он тоже призер Европы. Знали, подготовились на эту схватку. Борьба между соперниками нешуточная. Никто не хочет уступать друг другу. Схватки получаются тяжелыми и зрелищными. Все борцы настроены решительно. Во время борьбы права на ошибку нет. Борцы греко-римского стиля соревнуются в семи весовых категориях. Все предварительные поединки пройдут в течение одного дня. Греко-римская борьба – это не только зрелищный вид спорта, но и огромная польза для здоровья. Она развивает силу и выносливость. А соперникам на татаме приходится молниеносно принимать решения и оценивать ситуацию. А это заставляет мозг непрерывно и быстро работать. Благодаря своей технике и стратегической сложности этот вид борьбы с каждым разом привлекает все больше участников. Подтверждая высокий интерес греко-римской борьбе среди мастеров ковра. Ну, соперники здесь достаточно хорошие и сюда многие приезжают первыми на разборных. Поэтому команды классные, хорошие команды и ребятам есть чему поучиться и, соответственно, приобрести опыт международных соревнований. Участники демонстрируют высокий уровень мастерства, радуя зрителей яркими поединками и неожиданными тактическими решениями. Соперники всегда сильные. То есть состав очень хороший подобрался в каждых весовых категориях. Я посмотрел по 12 человек. То есть и белорусы, и республика Казахстан, и республика Киргизии, и республика Таджикистан. Ну, достойные ребята. Придется поработать. В повольной и греко-римской борьбе будет разыграно 26 комплектов медалей. Как среди юношей, так и среди девушек. Ирина Жданова, Вадим Барашков. В Якутске жара. Ой, плюс 30 градусов. Сейчас бы, ой, на речку искупаться. А пошли в бассейн. Плавать? Нет, смотреть финалы по плаванию и знакомиться с новыми победителями Игр Дети Азии. В течение трех дней 127 спортсменов из девяти стран мира и шести регионов России опробовали дорожку бассейна Чолбон. Соревнования на дистанциях от 100 до 1500 метров прошли по семи основным стилям. Дух соревнований здесь витает уже четвертый день. Каждый заплыв практически на одном вдохе. Разница между финишерами измерялась долями секунды. Соревнования очень понравились, как детская олимпиада. Все так украшено, весь город украшен. Красиво все. Много команд приехало. Интересные заплывы. Интересно смотреть на другие команды, на другие города. Соревнования пришли хорошо для меня. Во время проведения заплывов зрители и другие пловцы старались поддерживать участников. На наиболее эмоциональной вышла эстафета дружбы. Изюминка необычного заплыва – формирование команд. 27 команд, 4 заплыва. Соревнования по плаванию завершают эстафета дружбы. Эстафета дружбы были распределены в команды из разных сборных стран и регионов с помощью жеребьевки. Эстафета дружбы, думаю, это очень забавная идея, потому что мы находим друг с другом общий язык. Смогли подружиться с разными странами. Это те же самые незабываемые эмоции, впечатления, которые останутся на всю жизнь. В соревнованиях каждый старается улучшить свои показатели. Юная пловчиха из Азербайджана Властелина Хасянова уже улучшила личный результат на своих дистанциях и стала кандидатом мастера спорта. Мне очень все понравилось, я с собой горжусь, я очень рада. Беларусь – очень сильная команда. С России и Москва – очень сильная команда. И Таиланд. Я очень поражаюсь их результатами. Они очень сильные, высокие. И я буду стремиться плавать лучше, чем они. Все хорошо, хороший бассейн. Мы отлично подружились. Все было хорошо. Мы в одной команде и уже как будто в одной стране родились и вместе дружим. Среди юношей первое место завоевала команда цунами с пловцами из Белоруссии, Таиланда и Азербайджана. Среди девушек первое место заняла команда чемпионки с представительницами Сибирского федерального округа Казахстана и Таиланда. Завоеванные медали будут засчитаны в общий медальный зачет каждой сборной, чьи представители были в составе команд эстафеты дружбы. Анна Васильева, Ренат Махиев. Максим, ты что, готовишься выйти на паркет? Нет, Айсена, я готовлюсь смотреть соревнования по танцам! В программу восьмых игр «Дети Азии» вошла дисциплина «Двоеборье», куда входят 10 танцев от медленного вальса до энергичного джайва. Ух ты! Ух ты! Дыша, пошла фляж! Изючный вальс, испанские страсти по саду, для романтичная румба и интригующая латино. «Дети Азии» объединяют сразу две спортивные танцевальные программы – европейскую и латиноамериканскую. На паркет выходят сильнейшие спортсмены, готовые показать яркие номера, отточенные движения, ну и, конечно же, безупречное исполнение. Ну а нам остается только за всем этим наблюдать. Всего в дисциплину «Двоеборье» входят 10 танцев. Спортсмены разыграют 4 комплекта медалей. Судьям предстоит выбрать лучших из лучших, ведь на паркет игр съехались призеры крупнейших российских и мировых соревнований. Представительница сборной «Урала» Валерия Подрядова уже посвятила танцам без малого 11 лет. А в этот вид спорта еще совсем маленький, ее привел отец. Все танцы обожаю. Наверное, сейчас больше всего румба – это прям мой танец по душе. Это, наверное, самый чувственный, нежный, мягкий танец. Фокстрот – это более что-то такое плывущее. Фокстрот – это… его не исполняли, например, на балах, но, насколько мне известно, это тоже достаточно древний танец. Фокстрот, кстати, самый техничный танец. Это такая лакмусовая бумажка для танцоров. Именно по нему судят о мастерстве пары. С этим согласен и партнер Валерии – Лев Огорельцев. Он начал танцевальную карьеру в 8 лет. В спортивные танцы пришел из другого вида – брейка. В паре с Валерией они танцуют уже 4 года. Брейк не очень нравился, потому что там он дерганый какой-то. Ну, здесь более плавно. Ну, как моя стихия больше. Фокстрот – это, ну, лисий шаг такой. Он… в нем плывешь, он очень мягкий. Вот. А Басадобль, наоборот, в латиноамериканской программе, он очень твердый, жесткий. Как Таэрадор с быком борется. На паркете выступают сразу до 10 пар. У неподготовленных зрителей глаза разбегаются. А на кого смотрит жюри? Все судьи успевают рассмотреть каждую пару. Четких правил, например, как в фигурном катании, здесь до сих пор нет. По десятибальной шкале оценивают чувство ритма, темп, хореографию, сгибы тела, положение ног, конечно же, артистизм и даже внешний вид. Петр Васильев, Станислав Потапов. Вот и подошел к концу выпуск дневников игр «Дети Азии». Продолжайте нас смотреть каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока! Пока!